Я считаю, что нужно посмотреть, во-первых, по его показателям по жизни и то, что он добился. Я считаю, что человек без опыта, если он ничего не добился, он ничего не покажет. И, соответственно, дальше экстраполировать на то, что он в перспективе может сделать. Соответственно, есть ли у него план. Если у него есть референс и есть план, значит, такого надо выбирать. На выборах губернатора на что будете обращать внимание в первую очередь? Чтобы в государстве не было кредитов. А почему именно это? А потому что многие, не зная юридических законов, попадают в такую зависимость, что нельзя просто, нельзя от них отвязаться. И это их работа, и они сознательно людей в Ковалузовске загоняют. Сто процентов. На принадлежность жилья, то есть где он живет. А почему именно это? Ну, потому что считается, что свои люди, родившиеся у себя в области, у себя в крае, они будут больше за него болеть и переживать. Забота о пожилых людях, планы для молодых, рабочие места, наверное, так, здравоохранение. Когда будем выбирать губернатора области, на что будете в первую очередь обращать внимание? На результаты, какие у нас в области произошли за последние пять лет. Как он относится к людям, в принципе? Что он делает для людей? Это первое. Чтобы человек, который, ну, о людях заботится, если, да, чтобы это было видно, чтобы слова с делом не расходились, прежде всего. То часто же бывает, да, что человек говорит одно, а потом... А в чем выражается вот эта забота, по-вашему? Забота, в чем выражается? Ну, наверное, какие-то такие социальные законы, именно проводить жизнь, которые действительно людям приносят облегчение, причем таким социально незащищенным категориям, да, пенсионерам, там, многодетным, вот, малоимущим, да, чтобы что-то для них в первую очередь делать. Честным и порядочным, хорошим управленцам обязательно.